Наш сегодняшний эфир открывается рассказом Альфреда Бестера Выбор Эта история Предупреждение пустым фантазёрам, подобным вам, мне или Адьеру Не можно ли вы потратить ни одна чашка кофе, достопочтенный сэр? Я есть несчастный городающий организм Днём Адьер был статистиком Он занимался такими вещами, как таблицы, средние величины и распределения, гомогенные группы и случайные отборы Ночью же Адьер погружался в сложные и тщательно продуманные фантазии Либо он переносился на сотню лет назад, не забыв, разумеется, прихватить энциклопедии, бестселлеры и таблицы С результатами скачек, либо воображал себя в золотом веке совершенства далёкого будущего Пока вы и я и Адьер очень похожи В понедельник Адьер ворвался в кабинет своего шефа, размахивая кипой бумаг Глядите, мистер Грант, я открыл нечто О, чёрт, отозвался Грант Какие могут быть открытия во время войны? Я поднимал материалы внутреннего департамента Вам известно, что численность нашего населения увеличилась на 3,0915% Это невозможно Мы потеряли столько, что... Должно быть, где-то вкралась ошибка, пробормотал Грант, пролистав бумаги Проверьте Есть, сэр, затараторил Адьер, покидая кабинет Я знал, что вы заинтересуетесь, сэр Вы идеальный статистик, сэр Во вторник Адьер обнаружил отсутствие связи между отношением рождаемость, смертность и ростом населения Адьер представил данные шефу, заработал похлопывание по спине и отправился домой к новым фантазиям Проснуться через миллион лет, узнать разгадку тайны и остаться там, в будущем Припав к лону земли и всяким другим не менее прекрасным лонам В среду Адьер выяснил, что в окрестностях Вашингтона численность населения упала на 0,029% Это было неприятно, ему пришлось искать прибежище в мечтах о золотом веке королевы Виктории В котором он изумил и покорил мир потоком романсов, пьес и стихов, позаимствованных у Шоу, Голлсорси и Уальда Одна чашка кофе, прогородный сэр Я есть бедная личность, нуждающаяся в жарость В четверг Адьер проверил Филадельфию Прирост на 0,959% Так, Литл Рок, 1,329 Сент-Луис, 2,92 И это несмотря на полное уничтожение района Джефферсона, происшедшее из-за досадной ошибки военного компьютера Боже мой, воскликнул Адьер дрожа от возбуждения Чем ближе к центру страны, тем больше прирост численности Но ведь именно центр пострадал сильнее всего В чем же дело? Этой ночью он лихорадочно метался между прошлым и будущим А следующим днем, по имеющимся данным, начертил на карте останков США концентрические окружности Цветами обозначая плотность населения Красный, оранжевый, желтый, зеленый и синий круги образовали идеальную мишень В центре которой оказался Канзас Мистер Грант, вскричал Адьер в высокой статистической страсти Ответ таится в Канзасе Поезжайте туда и добудьте этот ответ, велел Грант И Адьер удалился Можно ли удерить цена один кофе, почтенная мисс? Я есть изогородный организм, требующий к тебе питания Поездки в те дни, надо вам сказать, были связаны с немалыми трудностями Корабль, шедший в Чарлстон, в северных штатах железных дорог не осталось, налетел на мину 17 часов Адьер держался в ледяной воде бормоча сквозь зубы Если бы я только родился на сто лет раньше Очевидно, эта форма молитвы оказалась действенной Его подобрал тральщик и доставил в Чарлстон Там Адьер получил почти смертельную дозу радиоактивного облучения В результате рейда, не повредившего, по счастью, железнодорожное полотно Он лечился весь путь Бирмингем, бубонная чума Мемфис, отравленная вода Литл-рок, карантин И, наконец, Лайонес, штат Канзас Выплески лавы и шрамов на земле Выжженные дороги Тучи сажей нейтрализующих веществ Радиоактивное свечение в темноте После беспокойной ночи в гостинице Адьер направился в местный статистический центр Вооруженный до зубов всякого рода документами Увы, центр не был вооружен данными Снова досадная ошибка военных Центра просто не существовало Весьма раздраженный Адьер направил стопы в медицинское бюро Предполагая получить сведения о рождаемости у практикующих врачей Бюро было на месте и был даже акушер Который сообщил Адьеру, что последнего врача Забрали в армию 8 месяцев назад Возможно, в тайну посвящены повивальные бабки Но их списков не имеется Придется ходить от двери к двери Интересуясь у каждой дамы Не практикует ли она это древнее занятие Адьер вернулся в гостиницу И на клочке оберточной бумаги написал Столкнулся с дефицитом информации Ждите дальнейших сообщений Он засунул послание в алюминиевую капсулу Прикрепил ее к единственному выжившему почтовому голубю И с молитвой выпустил его Потом сел у окна И загрустил Его внимание привлекло странное зрелище На площадь внизу только что прибыл автобус из Канзаса Эта старая колымага со скрежетом затормозила С большим трудом открылись двери И вышел одноногий мужчина с забинтованным вожженным лицом Очевидно, это был состоятельный фермер Который мог позволить себе приехать в поисках медицинского обслуживания Автобус развернулся для обратного пути в Канзас И дал гудок Тут-то, собственно, и началось странное Из ниоткуда, абсолютно ниоткуда появилась толпа людей Они выходили из переулков из-за развалин Они заполнили всю площадь Здоровые, веселые, счастливые Они болтали и смеялись, забираясь в автобус Они походили на туристов С сумками и рюкзаками Ящиками, картонками и даже с детьми Через две минуты автобус был полон Когда он тронулся, из салона грянула песня И эхо ее еще долго блуждало Среди разрушенных зданий и груд камней Будь я проклят, проговорил Адьер Он не видел беззаботной улыбки больше двух лет Он не слышал веселого пения больше трех лет Это было жутко Это было невообразимо Эти люди не знают, что идет война? Спросил он себя И чуть погодя Они выглядят здоровыми Почему они не на службе? И, наконец, кто они? Ночью Адьер спал без сновидений Не может ли, добрейший сэр, потратить одна чашка кофе? Я и на родине слаб городом Ранним утром Адьер за непомерную плату нанял машину Выяснил, что бензин нельзя купить ни за какие деньги И раздобыл хромую лошадь Увы, опросы населения ничего не дали Он вернулся как раз к отходу автобуса в Канзас Снова орда веселых людей заполонила площадь Снова старенький автобус затрясся по разбитой дороге Снова тишину разорвало громкое пение Будь я проклят, тяжело прохрепел Адьер Шпионы? В ту ночь он был секретным агентом Линкольна Предвосхищающим каждое движение Ли Перехитряющим Джексона и Джонсона На следующий день автобус увез очередную партию таинственных весельчаков И на следующий И на следующий 400 человек за 5 дней подсчитал Адьер Район кишит шпионами Он начал бродить по улицам, стараясь выследить беззаботных туристов Это было трудно Местные жители ничего о них не знали и ими не интересовались В те дни думали лишь о том, как выжить Все сходится Лайонес покидает 80 человек в день 500 в неделю 25 тысяч в год Возможно, это и есть ключ к тайне роста населения Адьер потратил 25 долларов на телеграмму шефу Телеграмма гласила Эврика, я нашел Не можно потратить на одна одинокая чашка кофе Бесценная, мадам Я есть не бродяга, но решенный человек Счастливый шанс представился на следующий день Как обычно, подъехал автобус Но на этот раз толпа собралась слишком большая Трое не влезли Вовсе не обескураженные Они отошли, замахали руками, выкрикивая на путстве отъезжающим Затем повернулись и пошли по улице Адьер с стрелой выскочил из номера и следовал за ними через весь город на окраину по пыльной проселочной дороге Пока они не свернули и не скрылись в старом амбаре Ага, сказал Адьер Он сошел на обочину и присел на неразорвавшийся снаряд Ага, что? Ясно только, где искать ответ Сумерки сгустились в кромешную тьму И Адьер осторожно двинулся вперед В этот момент его схватили за руки К лицу прижали что-то мягкое Одина одинокая чашка кофе для бедных несчастливец Достойный сыр Щедрость благословит Вы слушаете модель для сборки на Радио Энергия Адьер пришел в себя на койке в маленькой комнате Рядом за столом сидел и деловито писал седовласый джентльмен с резкими чертами лица На краю стола находился радиоприемник Послушайте, слабо начал Адьер Одну минутку, мистер Адьер, вежливо сказал джентльмен И что-то сделал с радиоприемником В центре комнаты над круглой медной плитой возникло сияние Сгустившееся в девушку, ногую и очаровательную Она подскочила к столу, засмеялась и затороторила Джентльмен улыбнулся и указал на дверь Пойдите, разрядитесь Девушка моментально выбежала Вы шпионы, обвинил Адьер Она говорила по-китайски Едва ли Скорее, это старо-французский Середина пятнадцатого века Простите Он снова включил радио Теперь свечение породило голого мужчину Заговорившего с отчаянной медлительностью Муууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу дружелюбно продолжил седовласый джентльмен, что это влияние потока времени. Двигаясь вперед вместе с ним, они ускоряются, идя против его течения назад, тормозятся. Разумеется, этот эффект через несколько минут исчезает. «Что?» – вздохнул Адьер. «Путешествие во времени?» «Ну да». Вот ведь интересно, люди привыкли рассуждать о путешествии во времени. Как оно будет использовано в археологии, истории и так далее. И никто не видел истинного его назначения. Терапия. Терапия? Медицина? Да. Психологическое лечение для тех неприспособленных, которым не помогают другие средства. Мы позволяем им эмигрировать, бежать. Наши станции расположены через каждые четверть века. «Не понимаю». Вы попали в иммиграционное бюро. «О, Господи!» – Адьер подскочил на койке. «Ответ к загадке! Сюда прибывают тысячи! Откуда?» «Из будущего, разумеется. Перемещение во времени стало возможным лишь с... скажем, с 2505 года». «Но те, замедленные, вы говорили, что они идут из прошлого». «Да, однако первоначально-то они из будущего. Просто решили, что зашли слишком далеко». Седовласый джентльмен задумчиво покачал головой. «Удивительно, какие ошибки совершают люди. Абсолютно утрачивают контакт с реальностью». Знал я одного. Его не устраивало ничто другое, кроме времен королевы Елизаветы. «Шекспир!» – говорил он. «Испанская армада!» «Дрейк и Релли!» «Самый мужественный период истории!» «Золотой век!» Я не смог его образумить, и вот... Выпил стакан воды и умер. «Тиф!» «Можно ведь сделать прививки!» «Все было сделано. Но болезни тоже меняются. Старые штаммы исчезают, новые появляются. Извините». Из свечения вышел мужчина. Что-то протараторил и выскочил за дверь, чуть не столкнувшись с обнаженной девушкой, которая заглянула в комнату, улыбнулась и произнесла со странным акцентом. «Простите, мистер Джеллинг, кто этот только что вышедший джентльмен?» «Питерс». «Из Афин?» «Совершенно верно». «Что, не понравилось?» «Трудно без водопровода». «Да». «Через некоторое время начинаешь скучать по современной ванной». «Где мне взять одежду?» «Или здесь уже ходят ногими». «Подойдите к моей жене, она вам что-нибудь подберет». В комнату вошел замедленный мужчина. Теперь он был одет и двигался с нормальной скоростью. Они с девушкой взглянули друг на друга, засмеялись, поцеловались и, обнявшись, ушли. «Да», — произнес Джеллинг. «Выясняется, что жизнь — это сумма удобств». Казалось бы, что такое водопровод по сравнению с древнегреческими философами? Но потом вам надоедает натыкаться на великих мудрецов и слушать, как они распространяются про избитые истины. «Вы начинаете скучать по удобствам и обычаям, которых раньше и не замечали». «Это поверхностный подход», — возразил Адьер. «Вот как!» «А попробуйте жить при свечах, без центрального отопления, без холодильника, без самых простых лекарств». «Или наоборот, проживите в будущем, в колоссальном его темпе». «Вы преувеличиваете», — сказал Адьер. «Готов поспорить, что существуют времена, где я мог бы быть счастлив». «Я...» — фыркнул Джеллинг. «Великое заблуждение». «Назовите такое время». «Американская революция». «Никакой санитарии». «Никакой медицины». «Холера в Филадельфии». «Малярия в Нью-Йорке». «Обезболивания не существует». «Смертная казнь за сотни малейших проступков и нарушений». «Ни одной любимой книги или мелодии». «Викторианская эпоха». «У вас все в порядке с зубами и зрением?» «Очков мы с вами не пошлем». «Как вы относитесь к классовым различиям?» «Ваше вероисповедание». «Не дай вам бог принадлежать к меньшинству». «Ваши политические взгляды». «Если сегодня вы считаетесь реакционером, те же убеждения сделают вас опасным радикалом сотню лет назад». «Вряд ли вы будете счастливы». «Я буду в безопасности». «Только если будете богаты, а деньги мы с вами послать не можем». «Нет, Адир, бедняки умирали в среднем в 40 лет в те дни». «Уставшие, изможденные, выживали только привилегированные, а вы будете не из их числа». «С моими-то знаниями?» «Ну вот, добрались до этого». «Какие знания?» «Смутные представления о науке». «Не будьте дураком, Адир. Вы пользуетесь ее плодами, ни капли не представляя сущности». «Я мог бы специально подготовиться и изобрести радио, например. Я сделал бы состояние на одном радио». «Джеллинг улыбнулся». «Нельзя изобрести радио, пока не сделаны сотни сопутствующих открытий. Вам придется создавать целый мир. Нужно изобрести и научиться изготавливать вакуумные диоды, гетеродинные цепи и так далее. Вам придется для начала получить электрический ток, построить электростанции, обеспечить передачу тока, получить переменный ток. Вам... Ну зачем продолжать?» «Все очевидно». «Сможете вы изобрести двигатель внутреннего сгорания, когда еще не имеют представления о переработке нефти?» «Боже мой!» – простонал Адир. «Я и не думал о книге». «Я мог бы запомнить». «И что? Опередить автора?» «Но публику вы тоже опередите». «Книга не станет великой, пока читатель не готов понять ее». «Она не станет доходной, если ее не будут покупать». «А если отправиться в будущее?» «Я же объяснил вам». «Те же проблемы, только наоборот». «Мог бы древний человек выжить в 20 веке?» «Остаться в живых, переходя улицу». «Вводить автомобиль». «Разговаривать на ином языке». «Думать на этом языке». «Приспособиться к темпу и идеям». «Никогда». «Сможете вы приспособиться к 30 веку?» «Никогда». «Интересно», — сердито сказал Адзер. «Если прошлое и будущее настолько неприемлемы, зачем же путешествуют эти люди?» «Они не путешествуют», — ответил Джеллинг. «Они бегут». «От кого?» «От своего времени». «Почему?» «Оно им не нравится». «Куда же они направляются?» «Куда угодно». «Все ищут свой золотой век». «Бродяги». «Вечно недовольны, вечно в пути». «Половина попрошаек, которых вы видели, наверняка эти лодери, застрявшие в чужом времени». «Значит, те, кто специально приезжает сюда, думают, что попали в золотой век?» «Да». «Но это безумие», — вскричал Адзер. «Неужели они не видят руины, радиация, война, истерия?» «Самый ужасный период в истории». Джеллинг поднял руку. «Так кажется вам». «Представители каждого поколения твердят, что их время — самое тяжелое. Но поверьте моему слову, когда бы и как бы вы не жили, где-то обязательно найдутся люди, уверенные, что вы живете в золотом веке». «Будь я проклят», — проговорил Адзер. Джеллинг пристально посмотрел на него. «Будете», — мрачно сказал он. «У меня для вас плохие новости, Адзер. Мы не можем позволить вам остаться здесь. Нам надо хранить секрет». «Я могу говорить везде». «Да, но в чужом времени никто не обратит на вас внимания. Вы будете иностранцем, чужаком». «А если я вернусь?» «Вы не можете вернуться без визы, а я вам ее не дам». «Если вас это утешит, то знайте, что вы не первые, кого мы так высылаем». «Был, помню, один японец». «Значит, вы отправите меня?» «Да». «Поверьте, мне очень жаль». «В прошлое или будущее?» «Куда хотите, выбирайте». «Почему такая скорбь?» — напряженно спросил Адзер. «Это же грандиозные приключения и мечта моей жизни». «Верно, верно. Все будет чудесно». «Я могу отказаться», — нервно сказал Адзер. Джеллинг покачал головой. «В таком случае вас придется усыпить. Так что лучше выбирайте сами». «Я счастлив сделать такой выбор?» «Разумеется. У вас правильное настроение, Адзер». «Мне говорили, что я родился на сто лет раньше». «Всем обычно это говорят. Или на сто лет позже». «Мне говорили и это». «Что ж, подумайте. Что вы предпочитаете?» «Прекрасное будущее или поэтическое прошлое?» Адзер начал раздеваться. Раздеваться медленно, как делал каждую ночь перед тем, как предаться фантазии. Но сейчас фантазии предстояло воплотиться. И момент выбора страшил его. Еле переставляя ноги, он взошел на медный диск, на вопрос Джеллинга пробормотал свое решение и исчез из этого времени навсегда. «Куда?» «Вы знаете. Я знаю. Адзер знает. Он ушел в землю наших дорогих мечтаний. Он скрылся в прибежище наших снов и почти тут же понял, что покинул единственное подходящее для себя место. Сквозь дымку лет все времена, кроме своего собственного, кажутся золотыми и величественными. Мы жаждем будущего. Мы томимся по прошлому и не осознаем, что выбора нет. Что день сегодняшний, плохой или хороший, горький, тяжелый или приятный, спокойный или тревожный, единственный день для нас. Ночные мечты предатели. И мы все соучастники собственного предательства. Не можно тратить цена одна чашка кофе, достойный сэр. Нет, сэр, я не есть попрошайная личность. Я есть изгородный японский странник оказаться в этот ужасный год. Почетный сэр, ради вся святая мирость, один берет в город Райанес. Я хочу на Карене морить виза. Я хочу в Хиросима назад в 1945-й. Я хочу домой. Это был рассказ Альфреда Бестера, который назывался «Выбор».